Друзья, всем привет! Сегодня 21 января 2021 года. Разберем сегодня матч ЦСКА Фенербахче. Я очень подробно разобрал на двух страницах. Нарисовал диаграммы, таблицы, как учили меня в советской школе, в институте. Интересны будут выкладки сегодня. Сразу прошу подписаться на мой канал, поставить лайк. И перейти по ссылке, закрепленной в комментариях, получить промокод и зарегистрироваться в Молбете. И попробовать там поиграть и написать мне, какие там коэффициенты даются, в частности на баскетбол. Говорят, что там есть очень хорошая такая опция, как Супер Тотал. Это значит, что если вы в третьей четверти сегодня возьмете 38,5 и меньше, но они наберут 39 или 40 очков, вы получите возврат денег. Вот таким образом работает контора Молбет. И также есть Супер Фор. Если какая-то Фора у вас не зашла на полтора очка, то вы получаете свои деньги назад. Это просто уникальная, волшебная такая фигня. Извините за выражение. Итак, поехали по четвертям. Я разобрал долю поперек этот матч. Я предварительно хочу сказать, что на ЦСКА даются коэффициенты 1.44, на Фенербахче 3.38. По таблице ЦСКА идет лидером 30 очков. Лидер Евролиги Улеб. Фенербахче не попадает в восьмерку. Фенербахче как бы нужнее. Статистика личных встреч между ними. В Москве в последних 8 встречах следующие. 4 победы ЦСКА и 4 победы Фенербахча. Как ни странно. Что касается этих же матчей в Турции, то 5 побед ЦСКА и 3 победы Фенербахче. То есть примерно одинаково команда играет и команда любит обмениваться победами на чужой территории. Вот таким вот образом. Но что мы ожидаем по тоталам? По тоталам мы здесь ожидаем, я могу сказать, что средний тотал. В гостях ЦСКА имеет 159 очков в 20 последних матчах. И то же самое в 5. То есть ровно конкретно идет 159-158 очков ЦСКА дома. Имеет такой тотал. Фенербахче в гостях имеет в 10-148, в 5 последних 144 и в 20-151. То есть примерно все в рамках 140-150 очков имеет Фенербахче. То есть здесь можно заиграть такую ставку, как интервал тотала какой-то. Но видите, разночтение. Если Фенербахче до 50 наберет очков, в гостях ЦСКА более 50, до 60. То есть тут у них не совпадение. Как быть? Как быть? Ну, смотрите, ЦСКА в среднем забивает дома 86 очков. Фенербахче в среднем пропускает 81 очков. То есть делим пополам, получается 83 очка. 83 очка. Ну, поэтому пишем, что ЦСКА, например, наберет 83 очка где-то, да? Может быть, с половиной. А дальше мы смотрим, что... Ну, это в 20 матчах. Может быть, какая-то корректировка. В среднем пропускает 73 очка. А Фенербахче забивает 69. То есть в среднем получается 71 очка. Таким образом, точный счет 83-71. Складом получаем 154 очка. Вот так вот. Поэтому дальше мы разбираем четверти. Потому что основная ставка это четверти в баскетболе. Итак, в первой четверти ЦСКА выиграл 4 раза из 8. И 4 раза выиграл Фенербахче первый четвертый. Как ни странно. По второй четверти счет 5-3 в пользу ЦСКА. Это значит, что ЦСКА выиграл 5 раз во второй четверти. И 3 раза выиграл Фенербахче. Ни разу они не сыграли в ничью ни одну четверть. По третьей четверти следующее соотношение. ЦСКА с наибольшей вероятностью выиграет третью четверть. 6-2. Два раза выиграл Фенербахче. По четвертой четверти зеркальная картина. Фенербахче именно выиграл 6 раз в последнюю четверть. И только 2 раза ЦСКА. По тоталам и тоже интересная информация. Разобрал тотал. Первый, второй, третий четверти. И четвертый, соответственно, тоже. И получилось у меня, что более 40 очков во всех этих матчах, а их было 8, умножаем на 4 четверти. Получается 32 четверти. Значит, 32 четверти. Из них 17 четверти выиграл ЦСКА и 15 четверти выиграл Фенерб. То есть довольно-таки ровный счет. Так вот, только в 6 четвертях было более 40 очков. Более 40 очков. Только в 6 из 32. То есть, соответственно, это получается у нас, грубо говоря, 20%. Или сколько? 32 разделить на 6. Сколько будет? 5, да? Меньше 20%. Таким образом, далеко не в каждой игре у них были вообще четверти, которые пробивали тотал 40. У них только в одной игре было 2 четверти с тоталом более 40. Только в одной игре. В трех играх не было ни одной четверти, где было бы более 40 очков. 40 и меньше, да? Значит, да, вот еще одна игра была 41 очко и 40, да? Но 41 это тоже условный сушняк. Теперь, значит, по статистике самая малорезультативная у них четверть, это первая четверть. 36 полноочков в среднем они имеют именно между собой. Именно между собой. То есть, это ручная работа, я это посчитал, да? Вторая четверть наиболее результативная 40 с полноочков. И третья четверть 38 и 25 сотых они набирают в среднем в третьей четверти. При этом в третьей четверти за все 8 игр только один раз было 49 очков. Следующая цифра 41 очко. То есть, скорее всего, они наберут менее 41 в третьей четверти. Вероятность того, что они наберут 41 очко более, составляет, значит, 100%, разделите на 8 и вы посчитаете, сколько это будет. Но как это заигрывать и от чего отталкиваться, от каких параметров? Нужно смотреть первый, второй, учитывать. Все это в группе будет в лайве. Вчера Ахимки у нас с полнотирным курсом прекрасно зашли. По третьей четверти все три ставки. Или так, Зенит играл, да, там с кем-то? В общем, все зашло нормально. Да, именно Зенит, три четверти Зенита. Значит, по четвертой четверти 39 очков средняя результативность составляет. И средний тотал именно между ними, вот ССК с Фенером, составляет 154 очка. Но когда я считал это по статистике, да, вот, исходя из средний по больнице, так же примерно и получается. То есть в этом матче мы примерно видим 154 очка. Как это заиграть? Расскажу в группе. То есть можно взять интервал, есть такая ставка. Но дается она не во всех конторах. Таким образом, именно во второй четверти наибольшая вероятность того, что они пробьют тотал 40. То есть три раза из... Стоп. Так, во второй четверти команды набирали 5 раз 40 и более очков. Вот, небольшая ошибочка тут у меня вышла, прошу прощения. Итак, 40 очков, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Понимаете, 40 и более очков в 12 четвертях. Но больше 40, это уже как бы условно идет сушняк. То есть очень часто команды набирали именно 40 очков. Четыре раза именно был тотал 40. А это как бы такой водораздел, да. Поэтому, как это грамотно, правильно заиграть, это все будет в группе. Вступайте в группу, 250 рублей стоит вступление в группу. И примерно, значит, наверное, с 1 февраля будет подорожание. Наверное, будет 300 рублей. Вот. И, конечно, еще будут кое-какие ставки другие, эксклюзивные, которые не расскажешь. В Ютубе всего не расскажешь. Поэтому подписываемся на мой канал, ставим лайки. Сдаем вопросы, оставляем комментарии, делимся с друзьями. Рекомендуем мой канал всем своим знакомым. Подписаться, потому что мой канал без продвижения. Я не трачу деньги ни на продвижение. Стрим у меня не получается, потому что компьютер не настраивается. Относил, значит, в этот самый... В ремонт тоже они там не могут настроить. То есть камеру подключили, стрим не идет. То есть нет потока, да. Поэтому канал без продвижения и нуждается он в том, чтобы люди просто лайкали и продвигали как-то своими силами. Поэтому пишите на WhatsApp, пишите в группе и заказывайте платные прогнозы. Сегодня очень мало матчей. По футболу я, в принципе, все разобрал. Уже все выложил в группе. Сегодняшние все матчи, они будут в прогнозе. Но в группе будут доступны и, соответственно, с сопровождением. То есть у меня не просто пребывание в группе, но идет сопровождение, плотная работа. С утра до вечера, практически круглые сутки я нахожусь в группе, исключая только время для сна. Поэтому не упустите шанс за 250 рублей получить экспириенс, как говорят англичане, опыт, обучение, игры. Не только со мной, но и со сборной Советского Союза. Моя группа сейчас в WhatsApp называется именно сборной СССР. Потому что у меня все республики, все националисты у меня в группе присутствуют. И специалисты по всем видам спорта у меня, вплоть до спортивного бриджа и паралимпийским видом у меня в группе есть. Жду всех в гостях. Привет из Сочи, где сегодня плюс 9. До свидания.